В Рубежном отпраздновали традиционный День семьи. Развлекательная программа собрала на главной площади города не одну сотню жителей. В этом году было организовано много музыкальных, театрализованных и спортивных развлечений. Настоящим сюрпризом стало массовое шествие под названием «Рушнык-Яднанья». Самые интересные моменты праздника в репортаже наших корреспондентов. Самый любимый и массовый праздник – День семьи – в Рубежном отмечают 35 лет подряд. Из года в год в сентябре жители собираются на Центральной площади, где устраивают всевозможные конкурсы, выставки, ярмарки и концерты. Наш город очень богат традициями, богат талантами. И вот одна из традиций славных нашего города – это праздник День семьи. Он в Украине празднуется только у нас. В уютном сквере выставляют свое творчество местные мастера. Зрители привлекают и детские поделки, и работы искусных мастериц. Я каждый год сюда прихожу, каждый год выставляю радости, всего-всего, как говорится. Пока детвора поет в караоке или смотрит концерт кукол, юные шахматисты сосредоточенно решают серьезные задачи. На десяти столах проходит сеанс одновременной игры с мастером спорта по шахматам Александром Мищенко. Честно говоря, когда шумно, в шахматах высокого класса не покажешь. Но именно вот такое зрелищное, так сказать, шоу, безусловно, детей привлекает. Для рубежанина Александра участие в конкурсе оказалось кулинарным дебютом. Он признался, что быстро сформировать каравай даже из готового теста оказалось непростой задачей. Липнет тесто сильно, я никогда в жизни его вообще не приходилось. Я до него не дотравился. У меня на этот счет жена умелится, прекрасно готовит и печет. Тех, кто успел проголодаться, местные предприниматели угощали готовыми караваями. Сдобный рог изобилия был наполнен булками и сушками. На ярмарке свою продукцию представили и пчеловоды. Настоящим сюрпризом для всех гостей стало массовое рушниковое шествие под названием «Рушник единства». Около 300 детей пронесли по центру города свои работы, а также присланные специально для акции. Организовать красочное шествие помогли жители города Побратима из Ивано-Франковской области. До нас надіслали більше 70 рушників з різних областей України. У кожного там своя історія, і ці рушники ми будемо зберігати у нашому центру. Буде виставка, ціла така велика експозиція. І про кожен рушник ми будемо дітям розповідати. Руководитель обл. администрації Георгий Тука, приїхавший поздравить рубежан з Днем Сем'ї, пожелал всем семьям мира і процветання. Нам он признался, що нигде не встречал подобних традицій. Якщо я не ошибаюсь, в Києві пробовали развити, але такого народного гуляння, як здесь, не бачу. Классний, теплый семейний праздник. Праздничная программа, посвященная Дню Сем'ї, продолжилась в парке і на следующий день. Наталья Войнова, Ілья Трофимов, Падії.